Прежде чем приступить ко второй части моей лекции, я хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня среди мусульман есть две противоположные крайности. Одна группа отрицает четыре масхабы и пытается делать ичтыхад из Курана и Сунны, не отвечая при этом требуемым условиям ичтыхада. Мы знаем, о каких условиях идёт речь, верно? Такой человек должен быть очень образованным. Эти люди, пытающиеся вынести решение из Курана и Сунны, вносят в умму хаос, особенно сегодня, во времена многочисленных ветв. Некоторые, например, начали утверждать, что ар-раджим, закидывание камнями, не является законным наказанием. Это их собственный ичтыхад. Вторую крайнюю группу составляют те, кто постепенно тянется к современному секуляризму. Они придумали так называемый фикх для меньшинств. Что это значит? Они думают, что исламское право полностью зависит от местности, в которой человек проживает. Помните, когда ранее мы обсуждали вопрос, обязан ли предводитель мусульман установить шариат в государстве, в котором они проживают? Я упомянул, что каждый для себя обязан соблюдать шариат вне зависимости от того, в какой местности он проживает. То есть для мусульманина, проживающего в Египте, и мусульманина, проживающего в Великобритании, индивидуальный фикх один, он не меняется. Но есть те, кто говорит, что этот индивидуальный фикх меняется, если живешь в Европе. То есть ситуация в Европе, или точнее на Западе, такова, что для тебя исламское право меняется. Это две крайности, которые мы видим сегодня. Теперь вернемся к возрождению халифаты. После того, как избавимся от всех этих предрассудков касательно халифата, мы должны знать положение ученых Ахлю Сунна Уальджама'а относительно его установления. Под Ахлю Сунна Уальджама'а мы, конечно же, имеем в виду ашаритов, матуридитов и ханбалитов Асария, таких как Ибн Бальбан, автор Калайдуль Акьян, или Ахсаруль Мухтасарад. Все, кто противоречит этим трем группам, являются заблудшими. Итак, эти группы мы называем Ахлю Сунна Уальджама'а, из которых преобладающие большинство это последователи четырех мазкабов. Каково положение этих групп относительно установления халифаты? Они пишут, что является коллективной обязанностью мусульман избрать имама, правителя, то есть халифа, который будет защищать границы мусульманского государства. Далее они приводят должностную инструкцию для халифа, то есть, что он обязан делать. Но скажи ты это простым мусульманам, они скажут, это невозможно. Это опять-таки результат тех самых предрассудков относительно халифаты. Почему они так думают? Они говорят, посмотрите на все эти исламские страны. Пакистан, Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Разве возможно такое, чтобы ими всеми правил один правитель? В ответ мы скажем, посмотрите на Евросоюз, штаб-квартира которого в Брюсселе. Они разве не выбирают одного правителя, называемого председателем, который будет управлять этим союзом? Разве не такова структура ЕС? Или же возьмём Соединённые Штаты Америки. Разве они не выбирают одного президента, который будет управлять всеми этими штатами, объединёнными в одно государство? Кто сказал, что если будет установлен халифат, Пакистан или другая страна перестанет существовать? Конечно, практика ИГИЛ показала обратное, когда они объединили Сирию и Ирак, сказав «больше никаких границ, так как границы были установлены колонистами». Это верно, но лишь наполовину. Даже во время халифа Умара, да будет доволен им Аллах, в халифате были отдельные регионы. Был регион Хурасаны, одно из последних завоеваний Умара, да будет доволен им Аллах. Даже Ирак был разделён, Ирак Аджамов, который сегодня называется Иран, и Ирак Арабов, простиравшийся от Куфы до Басры. Был регион Хиджаза и так далее. Калифат состоял из разных регионов, которые управлялись отдельными правителями. Поэтому если две страны, скажем, Пакистан и Турция, которые можно считать лучшими кандидатами, то есть это будет лучший сценарий, так как обе страны придерживаются москаба-ханафитов в праве, и москаба-ашаритов и матуридитов в Акыде, и большинство населения в обеих странах следует пути Ахлю Суннава-ль-Джамаа. Если обе эти страны скажут, что хотят выбрать одного человека, отвечающего условиям Халифа, президент Пакистана сможет продолжать править Пакистаном, также и президент Турции останется во власти Турции. А Халиф будет над этими двумя правителями. Это возможно, как вы думаете? Это возможно. Но мусульманам не хватает двух вещей. Первое – осознание того, что хиляфа – это обязанность мусульман. И второе – знание. То есть мусульмане не имеют необходимых знаний о своей религии. Поэтому говорить, что халифат сегодня невозможен – неправильно. Но на самом деле в книгах вероубеждения пишется, что это фард кефае, то есть коллективная обязанность. Эта обязанность лежит на группе людей, которых называют «Ахлюль-Халли и Акад». Кто это такие? У этого понятия есть разные определения. Помните, я упоминал, что в религии есть вопросы, в которых есть единогласия учёных, и есть множество вопросов, в которых они разошлись. Те решения, на которых единогласия должны обязательно соблюдаться всеми, согласно мнению учёных. А с теми, в которых разногласия, иными словами, которые открыты для ичтихада, всё проще. Мусульмане могут выбрать мнение или вынести решения, соответствующие месту и времени, в которых они проживают. Кто же такие «Ахлюль-Халли и Акад»? Некоторые учёные говорят, что это группа тех людей, которые могут делать ичтихад, то есть могут выносить решения относительно правления. Возникает вопрос, а что делать, если нет таких людей? Вот сегодня, даже если есть учёные, способные делать ичтихад, то их очень мало. В таком случае создаётся совет учёных, отдельные способности каждого из которых, в совокупности, стоят на месте мучтагида. То есть эта группа учёных выносит решения, как один человек. Разумеется, это то, что упоминают учёные в своих книгах. Например, имам Аль-Джувайни, учитель имама Абу-Хаміда Аль-Газалий, рахимуллах. Иными словами, «Ахлюль-Халли и Акад» – это передовые и самые авторитетные люди среди мусульман. Без их согласия и одобрения никто не может стать правителем, то есть халифом. Помимо этой группы, в процессе выбора правителя также участвует другой совет – маджлис Шура. Сюда входят люди, которые являются экспертами в своём деле. Кто-то хорошо разбирается в военном деле, кто-то в экономике и так далее. Эти люди также участвуют в выборе правителя мусульман. И это, конечно, вполне возможно в современном мире. Если бы это мнение преобладало в мусульманских странах, в Египте, Пакистане, в Турции и так далее, политические элиты каждой страны могли бы собраться и возродить современную форму халифата. Я говорю современную форму, чтобы лучше представить его в современном мире. Когда они избирают человека на должность халифа, каким он должен быть? Давайте упомянем некоторые из условий правителя мусульман. Первым делом учёные упоминают то, что он должен быть из курайшитов. Имамы должны быть из курайшитов, передал имам Ахмад. Мнение учёных Ахлю Суна единое в этом. С этим не согласны муутазилиты. Халиф, согласно учёным ислама, должен быть курайшитом. При отсутствии курайшита, отвечающего требованиям халифа, как пишет имам Аль-Джувайни, можно избрать другого человека. Но если есть курайшит, то превосходство даётся ему. Имам должен быть мужчиной. Кто-то может этому возразить тем, что в этом есть дискриминация в отношении женщин. Почему женщина не может править халифатом? Я хочу спросить у тех, кто это говорит. Сколько было у США президентов? 45. Среди них нет ни одной женщины. Почему? Также и в Великобритании. Да, там есть королевская семья. Но она не имеет сил. Монархия в Великобритании имеет власть лишь внешне. Сколько женщин, премьер-министров, мы знаем? Только две. Одна, известная как Железная Леди. Очень сомнительная личность. И вторая, появившаяся недавно, ещё более сомнительная, которая уже теряет силы. В чём причина? Дело не в том, что мусульмане считают женщину, не заслуживающей власть. Нет. Женщина может получить некоторые должности во власти. Например, во время халифа Умара, кто управлял рынками? Женщина. Халиф или наместник должен быть мужчиной, из-за задач, которые они должны выполнять. Он должен встречаться с делегациями из других стран, с войском, с военачальниками. В некоторых случаях должен сам выходить в поход, как Харуна Рашид. Кстати, Харуна Рашид – один из тех личностей исламы, которые подверглись нападкам со стороны востоковедов. Востоковед, пишущий об исламе и арабах, это как араб, пишущий о революции в Америке. Сами представьте, что он будет писать. Сегодня есть мусульмане, которые обращаются к оценке исламского мира востоковедами и не сверяют его с мнением учёных ислама, с историей, написанной мусульманами. Про него востоковеды пишут, что он был тираном, любил роскошную жизнь и так далее. Придумали множество историй. Одна из причин этой ненависти – это поход Харуна Рашида против римлян, перед которым он отправил к их правителю известное письмо, которое мы опубликуем на нашей странице в Телеграм, ссылка в описании. Так вот этот поход он возглавил лично. По этим и другим причинам женщина не может быть правителем. Поэтому пророк миром и благословения повелел не ставить женщину во власти. Таким же условием является наличие у халифа всех внешних чувств. То есть он не может быть слепым. Он должен уметь говорить, так как он представляет мусульман на мировой арене. Если халифат будет установлен, скажем, завтра ахлю аль-халли и аль-ақад, в Пакистане или в Турции выберут халифы-мусульмана, отвечающего всем требованиям. Он будет присутствовать на заседаниях ООН? Или будет ли он вообще признавать ООН? Мусульманский халифат никогда не может быть под ним мусульманами. То есть мусульмане должны обладать автономией и не зависеть ни от кого. Но если он будет присутствовать на заседаниях, это не будет означать, что он подчиняется им. Нет. Он может отправляться туда на переговоры или для того, чтобы передать свое послание. Поэтому он должен иметь здоровые внешние чувства. Мусульмане должны обладать автономией не только в территории и в ведении политики, но и в экономике. Халифат не может подчиняться МВФ, Международному валютному фонду или Мировому банку. Система экономики также является важным вопросом в установлении халифата. Некоторые ученые говорят, что правитель должен быть способен делать ичтыхад в вопросах правления. Если же такого нет, то опять-таки эту обязанность берет на себя совет ученых, члены которого в совокупности стоят на месте мучтахида. То есть каждый из них выдвигает свое мнение в той области, в которой он специализируется. И так совет выносит общее решение и предлагает его правителю. Это, конечно, в том случае, когда нет ученого мучтахида. Какие задачи выполняет халиф? Вы не думаете, что это невозможно. Посмотрите на НАТО, ООН, ЕС. Если не мусульмане смогли это сделать, то что заставляет нас думать, что мусульмане не смогут? Но обязательно ли, чтобы это получилось прямо сейчас? Нет. То есть наша обязанность, фарт-кифаи, стремиться к этому, сделать шаги. Если у нас получится возродить халифат, то это лишь по воле Всевышнего. К концу лекции мы приведем, как Аллах обещает это той группе, которая отвечает некоторым критериям. Если они не будут им отвечать, то у них не получится установить халифат. Одной из самых важных задач халифата является защита границ мусульман. У мусульман не должны быть незащищенные границы, как сегодня между Сирией и Ираком, или Сирией и Турцией, откуда террористы спокойно могут входить на земли Сирии и образовывать свои группировки. Калиф должен не допускать такого. На территории халифата должен царить мир, не утопия. Многие думают, что мы, мусульмане, считаем, что халифат – это утопия, то есть идеальное общество. Нет, даже во времена халифата амиядов и аббасидов мир не представлял из себя утопию. Но халифат избавил бы сегодняшнее общество от огромного количества бед, которые мы видим сегодня, одна из которых – открытые границы. Мы видим, как, пользуясь этим, террористы завозят оружие и бомбы. В Пакистан, например, проникают через границы с Афганистаном, некоторые – через Индию. Также в Багдаде. Постоянные контртеррористические операции, взрывы маркетов. Первая задача халифа – остановить это всё. Для этого границы должны быть хорошо защищены. Другая задача, связанная с первой – обеспечение внутренней безопасности в стране как для мусульман, так и для немусульман. Некоторые любят часто говорить о геноциде армян. Разумеется, когда речь идёт об убийстве немусульман, слово «геноцид» всегда стоит неподалёку. А обо всех тех геноцидах в отношении мусульман никто и не вспоминает. Но если посмотреть на историю Османской империи, то можно увидеть, что, во-первых, число погибших армян в несколько раз завышается европейскими источниками. Во-вторых, это событие произошло в период начала антиимперского движения младотурков и светской элиты под руководством Ататюрка. Поэтому халиф-мусульман не несёт ответственности за это. Ни для кого не секрет, как Османская империя на протяжении своей истории защищала немусульман своей страны. Подтверждением этому служит то, что Мухаммад аль-Фатих, который, кстати, являлся матуридитом, после завоевания Константинополя отменил рабство. Один из самых ранних документов об отмене рабства, написанный Мухаммадом Фатихом, рахимахллах, хранится сегодня в Турции. Люди часто любят приводить печальные события из истории исламских стран. Мы не говорим, что общество халифата идеально. Никто не установит в наши дни халифат, общество которого будет идеальным. Когда спустится наш господин Иса мир ему, возможно, будет идеальный халифат, потому что он пророк. Но если мы установим халифат, мы не сможем создать в нём идеальное общество. Это ещё один предрассудок. Некоторые мусульмане думают, что если возродится халифат, то все проблемы уйдут. Нет. Община мусульман будет подвергаться испытаниям и бедам. Роль халифата в том, чтобы сделать всё, чтобы защищать мусульман от них. Следующей задачей халифа является регулирование ежегодного хаджа. Потому что халифат – это религиозная система. Поэтому регулирование этого важного столпа ислама является обязанностью правителя. Также он обязан следить за началом и концом Рамадана и других лунных месяцев. Сегодня, как мы видим, каждый год мусульмане расходятся во мнении насчёт конца и начала этого месяца. Мнение халифа в таких случаях становится решающим. Но это не значит, что все обязательно должны совпадать в этих датах. Передаётся, что во времена халифа Муавии дата праздника в Сирии отличалась от даты в Хаджазе. Регулирование этих праздников является желательным для халифа, но следить за порядком совершения хаджа – его обязанность. Так, если бы сегодня исламские страны – Пакистан, Сирия, Турция и другие – выбрали бы одного человека в качестве халифа, вопрос хаджа перешёл бы на его стол. Он был бы обязан следить за началом месяца хаджа, за порядком на дорогах, за безопасностью паломников и т.д. Также в задачи халифа входит экономическая политика. Частью этой экономической политики халифа является распределение государственного бюджета на каждого гражданина. То есть в исламе нет никакого социализма, в котором у каждого человека забирается его богатство, чтобы не оставалось никаких классов. Социалисты забирают у народа всё. А в исламе природные ресурсы и доход от них расходуются на население страны. Это основывается на хадисе пророка миром и благословении. «Люди делят друг с другом три вещи – еду, воду и огонь. Под этот хадис подпадает сегодня вся нефть». То есть если бы сегодня был халифат, нефть мусульман не была бы в руках ОПЕК, она не была бы в руках американцев. Она была бы в руках халифа, который распределял бы её и богатство, полученное от неё среди населения. Кто получает прибыль от нефти Саудовской Аравии сегодня? Америка. А в Пакистане газ и нефть остаются в стране, но прибыль получает лишь политическая элита. А в халифате правитель обязан прибыль от этих ресурсов приносить своей стране, а затем справедливо распределять её среди населения. Одна из проблем мусульман в этой сфере – это отсутствие праведного правителя. Помимо прибыли от природных ресурсов, население получает также помощь по другим путям, таким как закат, джизия, земельные налоги, ушер и другие. У кого халиф не забирает имущество, в отличие от социализма? У тех, кто занимается торговлей. Они обязаны лишь давать закат и, в некоторых случаях, налог. А в социализме забирают всё и у каждого. В капитализме прибыль получает лишь определённая элита богачей, следовательно, бедные становятся всё беднее. Вся эта прибыль в халифате хранится в Байтульмаль, откуда далее расходуются на население. В Пакистане тоже есть Байтульмаль. Но, как мы знаем, он переходит от одной семьи к другой. Здесь выделяется династия Бута, Шариф и другие. Калиф также обязан решать такие гражданские вопросы, как о заботе о вдовах и сиротах. Он должен материально помогать женщинам, лишившихся мужей, и позаботиться о том, чтобы они вышли замуж. Также и сироты. Калиф обязан следить за тем, чтобы они получили заботу. Война в Ираке в 2003 году оставила нам нестабильное положение и миллионы сирот. Эти дети, увидевшие войну, выросшие без заботы и внимания, сколько из них, по-вашему, примкнули к таким террористическим группировкам, как ИГИЛ? Власти часто любят повторять про борьбу с терроризмом. Вы не можете портить стабильность в стране и ожидать, что там вырастут цветы. Поэтому халиф обязан следить за справедливостью и порядком в обществе, обеспечить приютами и одеждой всех нуждающихся. Должен поддерживать тех, кто хочет заняться бизнесом. Это одна из основных задач халифа, что-то вроде его должностной инструкции. Последнее, ради чего мы собрались сегодня, как на практике добиться возрождения. Как прийти к такой системе правления? Этот вопрос не совсем верный, потому что невозможно этого пожелать и добиться. Первым делом мусульманин обязан понять свою Абу-Дия. Что это значит? Рабская сущность. Абу-Дия – это своевременное совершение намазов, выплата заката и милостыни, полноценный пост в Рамадан. А коллективная обязанность для того, чтобы возродить халифат – это избирание группой, которая, как было сказано ранее, называется «Ахлюл-Халли-Уал-Акуд» – достойного человека-халифа, который будет выполнять задачи, которые мы перечислили – обеспечение защиты границ, безопасности населения и другие. Не такой, каким его представил Джордж Буш, желающий захватить весь мир. Поэтому нам следует не забывать, что первым делом мы должны возродить свой иман и чувство Абу-Дия. Невежество мусульман и отсутствие богобоязненности лишили нас халифаты. Аллах Субхану Ата'аля говорит в Суре Ан-Нур, аят 55. «Воعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون